Есть для вас работа. Благодарю вас за доверие, оказанное мне. Я готов немедленно вылететь в Хабаровский край. На поездке вопросы работы устойчивой правительства Хабаровского края, подготовка к отопительному сезону, а также борьба с распространением коронавирусной инфекции. Продолжение следует... Отношения народа не измеряются митингами, друзья. Я хочу, чтобы вы понимали, я занимаюсь политикой 20 лет. Я провел миллион митингов и многочисленных, и пикетирования, и другие социальные активности сам лично. Поэтому я не измеряю отношения народа по митингам под окнами. Те, кто кричат «Дегтярёв, уходи», не уйду, потому что работать надо, понимаете. Куча задач, 10 дней край без руководителя, стопка документов, которые на столе у меня лежат, высотой метр скопилось. Многие жалеют нового исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края. Не потому, что у него на столе папка документов высотой в метр, а потому что сейчас ему должно быть очень неуютно в Хабаровске. Там появился, как вы поняли, новый руководитель, ну, по крайней мере, временно, до следующих выборов, поскольку, похоже, фургала никто не собирается возвращать. И по этому поводу 12-й день протестов. Сколько еще протянет Хабаровск, как считаете? В Кремле совершенно явно рассчитывают, что им когда-нибудь да надоест протестовать. Не разгоняют хабаровчан, уж более далеко, видимо, как-то росгвардейцев везти, а местных не хватает. Просто ждут. С таким новым главой региона, который привык брать на себя любые потоки любых жидкостей, которые сейчас на него обрушились. Как, по-вашему, есть ли надежда, что протесты действительно утихомирятся? Ну, сколько сетям можно ходить на улицу? 12 дней подряд, 20? Ну, сколько? Может, кто-то ожидал, что Михаил Дегтярев, как и его предшественника Сергей Фургал, переместившись из Государственной Думы в губернаторский офис, сильно переменится к лучшему? Хотя, после вот следующего видео, которое мы сейчас посмотрим, оно снято задолго до карьерного взглята Дегтярева, наверное, нет, никто от него ничего, в принципе, не ожидает. У меня есть 5 долларов, они висят на холодильнике. Когда висели только 5 долларов в холодильнике, я так образно приманиваю еду. Было очень много продуктов с нитратами, генно-модифицированных. Как только я повесил 500 рублей с православными крестами Соловецкого монастыря, вы знаете, у нас и продукты с женой, и детьми стали намного качественнее в холодильнике. Ну что ж, спасибо, Михаил. Итак, молодой еще тогда ЛДПР Вадик Терев в ходе пребывания в Думе прославился, помимо того, что вы только что видели, и государственного канала ведущий даже не смог сдержать улыбки, и помимо ожидаемо провалившейся попытки избраться в мэр Москвы в 2013 году, следующими предложениями. Запретить хранение оборот доллара на территории Российской Федерации, перекрасить Кремль в белый цвет, ввести женщинам в выходные во время критических дней, запретить донорство гомосексуалистам, запретить иностранному бизнесу использовать бренд водка. Короче, Михаил Дегтяров тролль со стажем, он профессиональный тролль, больше чем 20 лет этим занимается. Но такой ли он, скажем так, неумный человек, как некоторые подозревают, и даже более группы пишут в социальных сетях? Может, просто такие времена, давайте предположим, например, что людям выгодно притворяться быть шутами. Это такая современная, скажем, российская карнавальная культура, может быть. При злом царе быть веселым шутом. И, может быть, у Дегтярева есть внезапно шансы переродиться, действительно. Немного власти, немного возможностей, немного шанса и... Ура! 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 Ура Продолжение следует...